Травмы получают абсолютно все, но далеко не все знают, как правильно возвращаться к тренировкам после перерыва. Об этом мы поговорим сегодня. Привет, меня зовут Антон Кучумов, ты смотришь канал Workout Fitness городских улиц. И я по своему опыту знаю, что очень неприятно получать травмы и далеко не просто возвращаться к тренировкам, правильно возвращаться к тренировкам после перерыва. Сегодня я хочу поделиться своим мнением на этот счет и рассказать об основных моментах, которые нужно учитывать, если ты травмировался, восстановился и хочешь снова начать заниматься. Первое и самое главное, о чем нужно помнить, когда речь идет о возвращении к тренировкам после перерыва, это то, что отсутствие тренировок сделало тебя слабее. Это очевидно, но в то же время большинство людей забывает об этом и как только у них появляется возможность снова тренироваться, они берут тот же самый уровень нагрузки, который у них был до перерыва и до травмы. И очень часто снова получают очередную травму. Вообще травмы, полученные людьми, которые только что вернулись после травмы, являются, наверное, одними из наиболее распространенных, как в спорте, так и в фитнесе. И уличные спортивные площадки с турниками и брусьями здесь не исключение. Просто потому, что люди игнорируют тот факт. Им хочется поскорее вернуться к тому уровню, на котором они были. Они становятся как бы заложниками своего прошлого, в то же время находясь в настоящем. А настоящие условия значительно изменились. Поэтому всегда помню о том, что ты стал слабее. А это значит, что нужно, вернувшись на площадку, протестировать свой текущий уровень и понять, где ты сейчас находишься. То, где ты когда-то был, уже не важно. Ты находишься здесь и сейчас. В тренировках после перерыва лучше всего придерживаться принципа «лучше и меньше, чем больше». То есть всегда лучше дать чуть меньше нагрузки, чем ты мог бы выдержать на тренировке, чем дать больше и поставить тебя под угрозу травмы. То есть я обычно начинаю с 25% от своего максимума, который был, до того, как я получил травмы. И если все проходит нормально в течение пары-тройки тренировок, я увеличиваю нагрузку до 50%. Если все нормально, до 75% и так далее, пока постепенно, то есть это может занять месяц-два месяца, не выхожу на тот уровень или примерно тот уровень, который у меня был до перерыва. В описании к видео я дам ссылку на свою восстановительную тренировку. Это была моя первая тренировка или вторая после месяца болезни. Вот, не связано. То есть не было какой-то травмы, но была именно болезнь. Организм был ослаблен и, в принципе, в этом плане, похоже, болезнь и травма. То есть останавливаться надо постепенно, именно потому что ты гораздо слабее, чем ты был. Та причина, из-за которой вам пришлось делать перерыв в тренировках, она очень важна. Одно дело, если вы пропустили несколько тренировок из-за загружения на работе, и в целом у вас все нормально, просто вот не было свободного времени выйти потренироваться. Другое дело, если в какой-то момент вы пришли на тренировку, начали заниматься, и что-то у вас щелкнуло, хрустнуло, и вы решили не продолжать из-за неприятных ощущений. И это, кстати, очень правильное решение. Если вы чувствуете, что что-то идет не так, то лучше прекратить заниматься и попробовать там на следующий день. Это гораздо будет более безопасно для вашего здоровья. Третий момент. Если вы как-то травмировались на тренировке, там что-то вывихнули или как-то повредились. Но это в любом случае несерьезно, и восстанавливается за несколько дней, там максимум неделю. Четвертый момент. Если вот вы неделю болели или получили какую-то травму, которая за неделю сама собой не восстановилась, и вам, кстати, в этом случае я очень рекомендую сходить к врачу, потому что если что-то само по себе не восстанавливается за неделю, хотя должно, значит что-то здесь не так. И здесь уже нужна консультация у специалиста. То есть чем больше перерыв, общее правило, тем больше вам нужно будет времени на то, чтобы вернуться в строй. Конкретных рекомендаций здесь дать нельзя, потому что все будет индивидуально, в зависимости от причин перерыва, в зависимости от его продолжительности, в зависимости от вашего уровня подготовки и так далее, графика жизни и так далее, и так далее, и так далее. Переменных, которые влияют на все это, очень много. Поэтому вот просто говорю это общее правило. Какой еще будет совет по поводу тренировок после перерыва? Делайте основной акцент на разминку, то есть подготовку тела к тренировке, и на заминку, и в меньшей степени на тренировочный объем, на интенсивность. Почему это так? Когда вы занимаетесь регулярно, то ваш организм находится в состоянии так называемой боевой готовности, да? Он все время готов к тренировкам. А когда у вас возникает перерыв, это состояние, оно уходит, и организм становится более расслабленным. Соответственно, ему требуется больше времени на то, чтобы перейти из состояния покоя, в состояние активности и перейти к тренировке. Если говорить непосредственно о нашей образовательной программе «Студневный воркаут» и о ее тренировочной части, то я бы рекомендовал возвращаться полностью выполняя круги, стартовое количество кругов, 4 штуки, и с меньшим количеством повторений. Дело в том, что программа построена таким образом, чтобы вы могли выполнять тренировки каждый день и успевали восстановиться за 24 часа плюс-минус между ними. Это позволит вам также очень быстро вернуться в строй после перерыва. С другой стороны, тренировки построены по круговому типу, и нагрузка идет полностью на все тело. Поэтому я считаю важным, чтобы вы выполняли абсолютно все упражнения в кругах, просто с меньшим количеством повторений, чтобы нагрузка была легкой, более легкой, чем у вас была до перерыва, но в то же время комплексной. Это важно. Я не могу дать советы относительно конкретного количества повторений, с которого стоит начинать. Опять же, в первом инфопосте программы есть схема, по которой подбирается индивидуальный уровень нагрузки. И ее можно также использовать, когда вы возвращаетесь к тренировкам после перерыва. Ну вот, наверное, и все на сегодня. Основные пункты. Первое. Сначала полностью восстановитесь, потом возвращаясь к тренировкам. Второе. Помните о том, что перерыв сделал вас слабее, а значит, можете забыть о тех максимумах, которые у вас были, и отталкиваетесь от того уровня, который у вас есть сейчас. Третье. Восстановление должно идти постепенно. Не нужно гнаться за рекордами, не нужно стремиться как можно скорее вернуть свой уровень. Этим вы только создадите риск еще раз получить травму. А просто постепенно работайте над собой и увеличивайте нагрузку. С вами был Антон Кучумов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и предлагайте темы для будущих выпусков. Надеюсь, мои видео будут вам полезны. И успехов в ваших тренировках. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok